Я как раз просто проводила такую большую консультацию на завтраки для риэлторов. И как раз-таки был запрос на то, как может GPT помочь именно в агентстве недвижимости и риэлторам. Я накидала несколько идей, конечно, я им показала, но хотелось бы, может быть, еще что-то интересное. Ой, слушай, я разбирала, да, агентство недвижимости, я сейчас даже без GPT могу сказать, допустим, что первое, я уже составляла курс, в общем, я начала там для одного агентства, потом меня, так сказать, переключила более крупная компания, поэтому немножко у нас не сложилось. Так вот, составление вообще обучения, как может GPT быть, ну, быть, как бы помощником риэлтору. Ну, самое базовое – это составление объявлений. Да, я тоже это подсказала. Да, максимально прогревающий. Вот, потом, если идет то, что вот по торгентству говорила, переписка в мессенджер, это вообще просто подарок судьбы. Задаем роль, и после этого все сообщения, как я ругаюсь с мужем, помнишь, я говорила, да, что я ругаюсь с мужем, я ругалась с помощью GPT. То же самое, это вот просто можно, во-первых, можно что сделать? Можно это все автоматизировать, так как у нас уже есть решение, в котором даже вставлять не надо, то есть он сам будет крепить. Ну, нейросотрудника подключить, получается, создать такое виртуальное общение с клиентом, чтобы они сразу подбирали там варианты. Да. Там же продажа квартир не только в Севастополе, это продажа квартир по Краснодарскому краю, Москва. Я бы, наверное, для риэлторов, я бы не подключала нейросотрудников, потому что там еще идет связка с базой, потому что там через АПИ надо, там, ну, довольно-таки дорогостоящие решения выйдет. Можно, конечно, срочи. У них, да, у них СРМ-ка стоит, но, я так понимаю, скрестить ее пока невозможно будет. Ну, например, допустим, по турагентству, то есть я прекрасно вижу, как можно сделать так, чтобы подбирал направление, то есть в котором уже, ну, там, бюджет и так далее, там, и такой очень главный вопрос можно прекрасно сделать. Тут же идет привязка к конкретным объектам, хотя, в принципе, тоже можно там выявление потребностей и сузить круг. Вообще, по факту, агенты недвижимости, это же то же самое, как турагентство. И там самое главное... Как тоже сначала фактуру собирают они с клиентом. Да, да, самое главное – это общаться с клиентом как коуч. Ты как коуч меня поймешь. Да. То есть, опять же, вот Ирина у нас была, ну, вернее, она есть в мастер-группе, ну, она еще в нафтаунте у меня была, у нее агентство недвижимости. В общем, и мы как раз с ней обсуждали это. Говорю, а представь, говорю, если все твои менеджеры будут коучами, еще с нейросетью. Ну, ты же понимаешь, для того, чтобы стать профессиональным коучем, в принципе... Полгода не надо обучения. Нет, я имею в виду, что можно уже в пяти зайти в мои нейрологоритмы и все решать. Да, да. Да, да. Это и тут. Представь, мы, ну, как бы, агент, агентство недвижимости, который работает как самый лучший в мире коуч, который выявляет потребности и в соответствии с этим выбирает самый идеальный вариант из всего, что есть. И сделать на этом ОТП этого агентства. Что мы не обычное агентство, мы не вам даем, а мы из всего многообразия выявляем ваши потребности и достигаем, ну, именно вот помогаем вам найти самое-самое лучшее именно для вас. И в этом ценности, это может быть ОТП глобальное. Это как вот я сейчас со стилистом работаю, там, которая тоже коуч. Так мы же тоже через коучинговые вопросы. Это же, ну, абсолютно две разные вещи, когда тебя просто подбирают по цветотипу, там, ну, и так далее. Так и риэлторы все подбирают. Ну, как бы есть задача, есть какие-то базовые выявления потребностей, там, ну, вроде так. Хорошо, вам подойдет вот эта квартира. Да нет, там может быть множество нюансов, которые после вот такого коучингового разговора, то есть там будут конкретные вопросы. Причем эти вопросы могут исходить один из другого, то есть если это через GPT и переписку. В принципе, можно, ну, вот разговорный подключать, ну, он же пока там пишет, ну, короче, там может быть чуть-чуть дольше. Я еще такой вариант предложила. Ну, во-первых, делать сравнительный анализ, это делает классно GPT-шка, сравнительный анализ квартир. Когда мы даем базу по одной квартире, даем базу по другой квартире и говорим скрести, сделать сравнительный анализ, плюсы-минусы, и эту PDF-ку классную, потом можно ее оформить, отправить клиенту. Когда он видит, допустим, два-три варианта квартир, он понимает, где какие недостатки, где какие плюсы, то он уже сам принимает. В таблице прям, даже в таблице, и там можно, знаешь, как я люблю вот это, вот анализ яиц, мой любимый. То есть есть таблица, да, в котором есть пять вариантов, и по каждому варианту там есть, у меня сейчас сразу мысли идут, то есть в этой таблице идет выявленные потребности человека. То есть не важно, у меня дети, поэтому не важно садик, у меня там… Получается, вверху фактура идет, да, то есть полностью есть запрос. Вверху типа пять квартир, один, два, три, четыре, пять, потом в этой таблице идет не факторы квартиры, а запросы клиента. А в таблице написано, как каждая квартира удовлетворяет именно эти запросы. Ну типа галочкой «это есть, это есть, это есть». Ну типа есть, я вообще, знаешь, как люблю, я всегда его прошу, ну, во-первых, назначать роль, и сделать так, оцени, пожалуйста, по каждому фактору, ну, по каждой квартире, от минус десяти до плюс десяти, и потом сама на отсеку. Вот это я обожаю, я же просто, ну, как бы логик математик, поэтому… То есть, ну, там можно разные вариации в зависимости от типа клиента. И опять же, можно задавать несколько, там, пару вопросов, которые позволят понять, в каком формате предоставить, и сделать для этих риелторов алгоритмы. То есть, если вы понимаете, что в этих запросах так-так-так-так, вы идете по алгоритму номер один, ну, с помощью GPT. Если вы это, и там такие будут офигенные, извините за это слово, но по-другому не скажу, выявления потребностей. И вот сейчас, кстати, по турагентству тот же, та же идея. То есть, можно там сравнительная характеристика… Да это вообще по всем деятельностям. Да, это было. Во всех услугах важно выявить потребность. Да вообще в товарах и так далее. И предложить не один вариант, вот это для вас идеален. Нет, нужно предложить несколько вариантов. Мы подобрали пять самых идеальных вариантов для вас. Вот нейросеть для вас, ну, это будет, знаешь, как нейроагентство недвижимости. Это можно тоже как УТП использовать прекрасно. Да, тоже предложила, кстати, что это уникально. Да, да, да. Ну, значит, я же говорю, ты мой клон. Они здесь по Стополе находятся, они, по ходу, первыми будут здесь у нас. Ну, вот. И они будут, во-первых, работать быстро, работать качественно, выявлять вот очень глубинные эти потребности и делать предложения, как, ну, всегда, да, как маркетинг. То есть мы делаем предложения, основываясь на этих потребностях. И вплоть до того, что там есть, знаешь, как глубинные потребности, выявление глубинных потребностей этого человека. Он отвечает поверхностно на какие-то вот запросы, а он еще формирует какие-то вот, как у нас там есть в каком-то нейрологоризме, типа страхи, о которых они даже боятся признаться. Так и тут. Те же страхи, которые боятся признаться, боли, это тоже можно потом сформулировать, задав, не задав, какие у вас боли, а какие у вас потребности, а задав вообще обычные вопросы. Но он по этим вопросам сделает глобальный анализ этого клиента, его потребности и предложит самый идеальный вариант, либо проанализирует из тех, что есть. Ну, это про то, что даже вплоть до того, есть ли наличие аптеки в соседнем доме. Об этом не каждый скажет, но у кого-то хроническое заболевание, например, им будет очень важно, чтобы аптека была рядом. И классно, если вы в этот запрос прям попали. Да, и представь, насколько будет ценно, когда человек обращается в агентство недвижимости одной, ему, ну, что вам надо, да, двушка, да, там, ну и так далее. А другой, а есть ли у вас хронические заболевания? А зачем вы спрашиваете? А вот такой-то нюанс. Представь, насколько ценно будет. А важно ли вам там дорога, чтобы она прям была асфальтированная, прям вот там, например, до сада? Ну, вы на коляске там гуляете, да, то есть если рядом колдобины идут, будет, соответственно. То есть вот представь, это такая забота. Да, и так, допустим, лифт с первого, прямо именно этажа линия, то есть тоже такие особенности. И тогда, ну, идеальная квартира подбирается. Да, да, да. И клиент доволен, счастлив, рекомендует дальше, когда мы выявляем его вот истинность. И чем, ну, как вот такой вот диалог более глубинный будет, не поверхностный, с каким-то вот такими эдакими. Потому что реально, вот я вспоминаю, когда мы там, ну, дом там приводили в порядок в санузле. И он говорит, давайте сделаем вот такую вот, ну, как несидушку, полочку и так далее. Говорит, а зачем? Ну, вроде милость, зачем? Говорит, вы не представляете, как это будет удобно вам, потому что там А, потому что Б, потому что С. Я сейчас просто вот настолько им благодарна, каждый раз смотрю и, ну, на эту полочку думаю, спасибо вам огромное. Выявили потребность. Да, да, они выявили потребность и именно сделали идеально. И поэтому я прям мега довольна и буду там дальше их рекомендовать. Так и тут. Здесь еще направление есть хоумстейджинга? А там вообще разгуляться? Сколько можно идей по дизайну? Да, да, да. Как обставить квартиру? Какие варианты предложить? В четверке же можно сгенерировать сразу картинки? Да, да, по описанию. По описанию нужно сделать. Сделай идеи, как это все, конечно. Проект можно как бы такой, ну, визуально сделать? Ну, там смотри, по поводу взять прям вот квадратуру, что он четко пока не всегда рисует. Но тут он не делает, да. Идеи, референсы. То есть, например, да, вот что было у меня из опыта. У меня был стилист из Милана, и она говорит, вот у меня есть платье, мне нужно подобрать аксессуары. Да вообще элементарно. Мы вводим этот самый. Ну, тут вообще проще. Мы платье загружаем в четверку. Картинку. И получаем, да, да, да. И получаем, какие аксессуары, прям референс этих аксессуаров. Так и тут. Обалденно. То есть, ну, в общем, мне кажется, практически, я не знаю, в какой сфере. Там, может, комбайнеру только не понадобятся с GPD. И то.